Тему предстоящих переговоров по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией обсудим с Неджатом Гаджиевым, главным редактором информационно-аналитического портала «Обозреватель». Он сейчас подключается к нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, хотелось бы обсудить тему, которую анонсировали. Значит, встреча на высшем уровне по мирному соглашению состоится в скором времени. Каковы ожидания, учитывая непрекращающийся диалог и успехи, достигнутые, например, в Вашингтоне, главами Азербайджана и Армении? Если учесть то, что есть определенная позитивная динамика в переговорах. Я отмечу, что президент Азербайджана недавно на совещании социально-экономическим итогом в первом полугодии заявил о том, что есть позитивная динамика. Есть сдвиги. То можно ожидать, что на этих переговорах будет сделан шаг еще ближе к подписанию мирного соглашения. Однако есть и другие моменты. Да, сюда, кстати, можно добавить встречу в виде премьеров на границе, которая тоже недавно состоялась. Но сюда надо добавить, что есть определенное обострение в Викторе. Как мы видим, систематически перед каждой встречей на западных площадках, будь то в Вашингтоне, Брюсселе, Кишиневе, где бы ни было, главное, чтобы на западных площадках всегда в регионе мы видим обострение. Вот вчера, сегодня мы видим обострение, перестрелку на границе. Мы видим перестрелку в зоне ответственности РМК. И сегодня надо отметить, что в этой же зоне ответственности сепаратисты вышли на митинги и что-то требовали. Естественно, эта зона ответственности полностью под контролем РМК. И тут уже несложно понять, какие силы, какая именно частница страна против мирных соглашений, против этого всего процесса. Особенно если она идет в рамках западных площадок и идет по западным инициативам. Поэтому завтра, не стоит ожидать, что завтра прямо будет подписано мирное соглашение. Однако, если учесть тот факт, что, во-первых, сама встреча была перенесена с 21 июля на 15 раз. А в эти дни также состоялся телефонный разговор Энтони Блинкин, госсекретаря США с премьером Армении, президентом Азербайджана. Это говорит о том, что есть серьезные сдвиги в позитивном направлении и в сторону подписания мирного соглашения. Есть определенные принципиальные сдвиги. Но нужно также учитывать, что это не те сдвиги, которые стоят завтра, пойдут подписывать мирное соглашение. Нет. Но до конца года я все-таки ожидаю, что мирное соглашение будет подписаться. Да, как раз наш следующий вопрос. Какова вероятность, что в этом году все-таки мирное соглашение будет подписано? Что для этого требуется? Ну, насколько я понимаю, Армения уже сделала, по их мнению, все максимальные шаги. И даже президент Азербайджана сказал, что они пошли дальше и признали и Англавы, и Карабах частью Азербайджана. И этим надо просто подписать мирное соглашение. Поэтому я считаю, что до конца года это анонсируется в разных информационных кругах. Эксперты, декламаты говорят, что возможно подписание до конца года. Однако я лично отношусь к этому вопросу здесь достаточно скептически. Потому что армянская политика, ее нельзя назвать полностью независимой. Это полонезависимое образование. Она очень сильно зависит от внешних факторов, она зависит от России, она зависит от Франции, от своих диаспорских организаций в европейских столицах США, от своей церкви, от общества, которые достаточно радикальны еще. Поэтому будет достаточно сложно. В первую очередь, тут нужно для самой Армении подготовить свое общество. Можно много говорить о том, что общество выбрало Пашиняна второй раз после прорыва во время войны. Чтобы он подписал мирного соглашения. Но нельзя учитывать тут заинтересованную группу силы, которые сейчас на вопросе подписания мирного соглашения будут спекулировать. И даже я не исключаю, что будет попытка свержения Пашиняна. Либо до подписания, либо после подписания. Чтобы там не было, вопрос очень сложный. И он упирается, допустим, в вопрос такие, как личные гарантии безопасности у Никола Пашиняна и его команда. Это никто не дает и никто не может дать. Поэтому достаточно очень сложно. Да, вся логика событий говорит о том, что до конца года должно быть подписано мирное соглашение. Основные принципиальные вопросы уже личные стороны согласились. признать территориально интересы друг друга. Но есть и ряд очень интересных, нюансов, заинтересованных групп, которые против этой сделки. Тут, как можно сказать, как внутри Армении, вообще в мировом армянстве есть против. Как внешний фактор, есть страны, которые против. Сюда можно сказать Францию, сюда можно сказать Россию. Поэтому мне все однозначно. И надо держать руку на пульсе до конца. То есть нельзя сбрасывать со счетов все силы, которые против этой сделки. В этом смысле Армения очень уязвима страна. У Азербайджана не уязвима страна. У Азербайджана, президент Азербайджана имеет достаточно большие полномочия. И доверие, и поддержку общества для того, чтобы подписать соглашение. И общество тоже было бы не против, если этот вопрос так закрывается. Однако в Армении, поскольку очень много есть конфликтующих сторон, противоборщих сторон, геополитических сил, и этот вопрос достаточно сложный. Даже согласиться все, либо даже если согласятся все, не факт, что новая власть, после выборов, придут и скажут, что мы признаем эти договоры. Это будет еще очередной конфликт. Тут очень все сложно, на самом деле. Нужно его закрепить не только юридически, но и формально какими-то еще отношениями, чтобы не было рисков прихода к власти, в ряду не совсем доброжелательных сил в отношении Азербайджана. Такие моменты тоже есть. Большое вам спасибо, что ответили на наши вопросы. Я отмечу, на прямой связи со студией был Ниджат Гаджиев, главный редактор информационно-аналитического портала «Обозреватель». Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...